Девочки, всем привет! Начинаем с вами новый влог. У меня сейчас по плану небольшая уборка на кухне. Я хочу разобрать кое-какие шкафы, протереть и хочу избавиться от лишней посуды. Потому что последнее время ее стало у меня очень много. Была Пасха, были праздники, шашлыки, доставала лишние контейнеры, тарелки. И посуды стало реально так много. Знаете, у нас же посудомойка небольшая. Если раньше я очень редко загружала два раза посудомойку, то сейчас это уже как в порядке вещей. Иногда даже бывает три раза загружаю, потому что посуды много. Чем больше посуды, тем больше она пачкается и не кончается. Я это дело не люблю, поэтому сейчас хочу разобрать. У меня вон там есть верхний шкафчик. Я обычно туда складываю лишнюю посуду. И вчера заметила, знаете, у меня такие грязные ножки на столе, на стульях. Видать, Софийка тоже что ли ляпает. Хочу помыть стол. Стол у нас раскладывается. Он делается побольше. Хочу тоже его разложить. Потому что когда тряпочкой вытираешь, крошки туда тоже проходят. Разложу его, вытру. Вот. Чехлы, в принципе, у меня чистые. Я их недавно вот только стирала. Утром постирала тоже вот эту вот дорожку. Кстати, ее тоже покупала в Икее. Хорошая дорожка. Ну, что-то, видите, она такая у меня с машинки мятая вышла. Надо будет ее погладить. И вот скатерть тоже постирала. Вот. Это цветочки. Мы утром ходили на улицу. И Миланка с Софийкой собирали цветы. Ну, как не поставить? Правда, у нас нет. Видите, вазы. Я поставила ее просто в контейнер. Но пока пусть стоят. Вот. И хочу, девчонки, самое главное, заменить я вот эти вот занавески, которые я покупала в Икее. Верите? Я когда их только повесила, и сразу у меня такая была мысль их заменить. И сейчас речь идет именно вот о тюле. Шторы мне, в принципе, нравятся. Они смотрятся неплохо. Но тюль, девчонки, я не знаю. Она какая-то... Во-первых, сам материал у нее какой-то вот жесткий. Как-то она колом. У меня там, вон, видите, этот на балконе пустые баночки. София играла в магазинчик. Продавала пустые баночки. Надо будет тоже их собрать, все выкинуть. Вот. В общем, не нравится, девчонки, не нравится. Стоила она 1999. Не знаю, я первый раз в Икее покупала. Может быть, просто мне такая вот неудачная попалась. Но прям очень хочу ее заменить. Мне пришли занавески. Они уже неделю как лежат. Вот то, что мы болели. Вот. Но сейчас, конечно, вам все покажу и повешу. Как будет смотреться, тоже вам покажу. Загрузила сейчас посудомойку и открыла вот только что вот эти вот таблетки от Финиш. В принципе, я ими пользуюсь постоянно. Потому что, когда мы покупали посудомойку, нам именно их порекомендовали. И сказали, что они хорошие. И всегда у меня муж покупает. Вот он с работы едет, заходит в перекресток всегда. И там часто бывает акция. И в прошлый раз он не посмотрел. И купил тоже Финиш. Но, знаете, вот они были вот такие, как порошкообразные и такие жесткие. В общем, они мне не понравились. Они прям плохо вымываются с посуды. И прям, знаете, порошок на посуде остается. Не знаю я. И вот всегда хочу попробовать что-то другое. Но так как покупает муж, они у меня всегда есть в запасе. И вот не получается. Напишите, девчонки, вы какими пользуетесь. Я помню, что вы мне писали про самат, чтобы я попробовала неплохие. Потом био еще какие-то. Знаю, что у Фаберлик тоже есть. Но у Фаберлик, кажется, тоже жесткие. Или мягкие там тоже есть. В общем, не знаю. Девчонки, напишите вообще, чем вы пользуетесь. Потому что вот этот финиш, в принципе, меня устраивает. Но единственное, что не нравится мне в этих таблетках, так это их аромат. Он прям довольно-таки резкий. И не знаю, знаете, вот эта мысль, что они тоже не вымываются с посуды, что-то у меня как-то не уходит с головы. Вот, вот эту посуду я буду убирать. Здесь у меня 4 косушки, 2 тарелки и 2 вот такие большие тарелки. Тут у меня контейнер. И здесь целый набор контейнеров 4 штуки. Это я все уберу. И сейчас смотрите, как у меня здесь свободно и хорошо. Ну, правда, сейчас у меня еще посудомойка моется. Там у меня стаканы, 2 вот такие большие тарелки и там косушка. И такие маленькие, как косушечки. Вот. И там у меня сверху пару контейнеров, вдруг, если понадобится. Так, в принципе, здесь у меня все чисто. У меня вот эти вообще такие классные. Их раз вот так отодвигаешь, помыл. И проблем никаких нет. Поэтому здесь я мыть не буду, потому что здесь чисто. И вот сюда сейчас я буду складывать посуду. Вон туда на верхнюю полку. Видите, там у меня уже лежат тарелки с икеей. Потом у меня вот эти вот по типу хрусталь с фикс прайса. Это на Новый год я брала. Салатики какие-то ложить удобненько. Там у меня графин стоит. Сейчас я туда вот эти вот тарелки, все туда поставлю. Вот так у меня все это стоит. Нет, видите, вот этими тарелками мы вообще еще даже не пользовались в икее. Тоже покупали они, видите, с флизелином еще даже стоят. И вот эти вот тоже, в принципе, вот эта посуда с фикс прайс неплохая. Когда положишь, все красиво, в принципе, смотрится нам нормально. Смотрите, что у меня осталось с чашей от мультиварки, со сковородкой от мультиварки. Поэтому я мультиваркой уже давно не пользуюсь. Она у меня, знаете, прошла огонь, воду и медные трубы. Когда мы жили на съемной квартире, я там вообще плитой не пользовалась. И все готовила мультиварки. Вы знаете, как я люблю жарить. Вот, поэтому я вот сейчас думаю, наверное, я их выкину. Чего они у меня стоят, только место занимают. И вообще, если честно, вот эту вот мультиварку я тоже хочу отсюда убрать. Прямо она мне здесь раздражает. Может быть, вот по приезду, когда я приеду, не может быть, а вообще у меня в планах такое есть. Я хочу, ну, новую чашу заказать. И вот эта сковородка, девчонки, она очень удобная. Мне прям она очень нравилась. Вот, ну, видите, до какого состояния я ее добила. В общем, буду выкидывать это все. Здесь у меня вот так вот. Еще вот эти вот лишние контейнеры тоже я их уберу. И здесь у меня там казан, кастрюля. Здесь у меня вот чашки, в которых я делаю салаты, ну, что-то такое, да. Здесь у меня мои формы. Там у меня мультипекарь и вот овощечистка. Кстати, девчонки, овощечистку покупала. Но как-то, знаете, очень редко я ее пользуюсь. Буквально на пальцах можно сосчитать, сколько я ей пользовалась. Как-то не особо она мне зашла. Еще вот эту вот чашку не положила. Я ее очень люблю. Это моя самая любимая чашка. Вот это вот сюда с края поставлю. Здесь я, наверное, тоже трогать ничего не буду. Здесь у меня, видите, вот так вот все. Там у меня сверху каши запас. Тут у меня вторая полка. Здесь салфетки. Печенье, видите, вот так вот лежат. Тут тоже печенье. Тут у меня курагаши, помник. И, кстати, я вам в прошлый раз говорила, девчонки. Сейчас я стульчик поставлю. Когда я вам показывала вот на вот эти вот, на вот этот вот урюк, я говорила курага. Нет, девчонки, это именно сушеный урюк. Он с косточкой. А вот здесь вот уже у меня курага. Вот видите? Вот это курага. А это урюк и это урюк. Просто это другой сорт урюка, а это другой. И вот именно когда с косточкой, он хорошо-хорошо прям заваривается и дает, знаете, прям такой сладкий вкус, как компот получается. И он такой цвет хороший дает. Я часто завариваю, сама люблю. И детки пьют у меня с шиповником, с курагой. Он такой сладенький получается. И очень вкусный и полезный. Я знаю, вот у кого сердце больное. У меня даже есть одна знакомая. Она каждый день заваривает вот этот вот именно урюк. Постоянно мне курага на него хочется говорить. Заваривает вот этот урюк с ночи, да, и ставит около кровати. И утром она просыпается, натощак пьет его. Ну и вот говорит, что для самочувствия это очень хорошо. Здесь у меня вон клетчатка стоит, стаканчики одноразовые. Тоже, когда мы ходили вот на пикник. И здесь у меня вот такой вот дозатор в Икее я покупала. Как-то никуда я его не применю. А там что? Там у меня виски, что-то еще. Это мужу дарили на день рождения. Стоит, ждет праздника. И тут у меня вот каша Софийка. Вот Софийка очень любит вот эти вот нордик. У Велка тоже покупаю иногда. Тоже кушаем. И я, и София тоже. Ну мы, и Софийка тоже кушают. Здесь у меня вот салфетки. Вот печенье надо вытащить. Вот. И вот эти вот тогда, помните, в Икее София накидала в этот. Ну в корзину, когда мы все покупали. И вот они у меня лежат. И даже не знаю, что с ними делать. Вот так они у меня тут и лежат. Ну и все. А здесь у меня, видите, крупы. Вот эта пустая, видите, стоит. А здесь у меня рафинад, сахар. И вот эти вот для заморозки с Икее тоже эти пакетики. А здесь у меня хлеб. У нас на первом этаже пекарня. И мы каждый день хлеб покупаем. Свежий, черный, белый. Они дают вот таких вот пакетиков. И вот они, вон у меня хлеб здесь лежит. Ну и здесь, здесь у меня самый такой забитый обычно шкаф. Сейчас я стульчик поставлю. Ой, тут у меня, девчонки, здесь у меня сушки. Это вот Софикина любимая, я вам уже говорила. Она очень их любит. Всегда у нас в запасе есть. Вот если нет, она начинает, иди купи. Там у меня пустые контейнеры. Тут соя, видите, какао, чай. Там у меня соль, кажется, да, соль. Там тоже, кажется, соль, только мелкая ромашка. А здесь вот в пакете у меня хранятся приправы, вот которые мне передают с Ташкента. Вернее, они, знаете, в кульках таких бумажных. И потом в пакете, потому что у них очень сильный аромат. Знаете, весь шкаф пропахнет, поэтому вот так вот я их держу. Здесь у меня чай, соль, которую я недавно купила, пересыпала. Два раза, наверное, только ей солила. Тут у меня барбарис, я им не так часто пользуюсь, только когда плов готовлю. Заварка зеленый чай, здесь у меня черный чай, какао, уксус, тут соль, зубочистки. Ну и здесь вот у меня уже, чем я часто пользуюсь, тут всякие приправы. Приправы я люблю. Это вот в эти, с икея я пересыпаю приправы, которые вот с Ташкента. Вот перец вот в этот вот, кстати, неплохо она молит, вот это с фикс прайса. Я ее купила, но у меня все стояло, я и не пользовалась. А в тот раз у меня вот такая вот тоже штучка была, она у меня, в общем, сломалась вот эта сама, чем должно молоть. Я вот сюда пересыпала и хорошо так молит, в принципе, мне нравится. Там сода у меня, кофе, соль, перец, в общем, зубочистки, в общем, вот так вот. Занавески я заказывала вот в этом интернет-магазине Штора на дом. Там очень большой, девчонки, выбор штор всяких, и римских штор, и рулонных штор. В общем, какие хотите. И ценовая категория там тоже разная, и шторы разные. Я выбирала очень долго, для меня был очень тяжелый выбор. Даже отправляла маме кое-какие занавески, с ней советовалась. Просто, знаете, хотелось мне, там есть такие красивые шторы, вот несколько цветов в шторах, да, допустим, бежевые, темно-коричневые. Мне вот такие очень нравятся, но я побоялась такие заказать, потому что у меня нестандартный вот этот вот размер самого карниза. Я боялась, что когда мне, ну, они пришлют, будь что попало. Поэтому я выбрала более такой фасон, думаю, который подойдет мне. Вот, и они мне что понравилось, молодцы. Они, у меня высота 2,65 от карниза до пола. А там была другая высота, то есть они мне все подрезали, я еще думала, мне придет, придется потом в ателье идти, вот как с занавесками, с икеей. Но нет, они все там подшивают, подгонят под вашу высоту, длину, в общем, все, что нужно, они сделают. Я очень довольна. Пришли мне эти шторы уже неделю назад, но вот все, никак я не могла их повесить. Сейчас мы вместе. Кстати, упаковано все очень-очень даже хорошо. Я уже, конечно, открывала, вот в таком вот чемоданчике все приходит. Вот. Сами шторы выглядят вот так вот. И вот такая вот у них идет серединка. Тюль, ну, сейчас повесим, я вам все покажу. Девчонки, ссылку на сам интернет-магазин я оставлю под видео. И на вот эти шторы тоже оставлю ссылочку, которую я выбрала. Поэтому, кому интересно, заходите, смотрите. Девочки, смотрите, я повесила шторы. И только посмотрите, какая красота. Мне очень-очень нравится. Я еще боялась, что я не угадаю с цветом. И выбрала молочно-пепельный цвет. Там были шторы в нескольких цветах. То есть, были в таком розовом, розоватом цвете, в бежевом. Но я вот выбрала в молочно-пепельном. И сейчас, когда повесила, понимаю, что я не ошиблась. Мне очень понравились. Во-первых, сама ткань очень хорошая. И знаете, у них вот здесь вот есть утяжелители. Видите, занавески красиво висят. А на шторах вот такой вот широкий прям подгиб у них идет. Видите, они прям красиво так смотрятся. Единственное, немножко они длинноватые. Но мне кажется, это не портит. И еще я бы, конечно, их погладила. Погладила. Но так как у меня утюг ужасный, я боюсь просто сжечь. Поэтому уже гладить я не стала. Оставила так. Но так, девочки, смотрится очень-очень красиво. Не знаю, как на камере будет смотреться. Но вот на его смотрится прям шикарно. Мне очень нравится. Еще я выбрала там в детскую. Мне тоже очень понравились. Там тоже большой выбор. Вот по приезду. Хочу еще в детскую тоже поменять. Сейчас поставлю тоже вот эти вот икеевские занавески стирать. Потом можно будет, может быть, их в детскую повесить. Единственное, вот эту вот тюль заменить на другую какую-нибудь. И можно будет их повесить. Так, ну все, закрываем. Я уже пропылесосила ковер. Его свернула. Сейчас вот здесь тоже пропылесошу. И помою пол. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас помою тоже плиту. У меня, к сожалению, нет перчаток, вот, которыми я постоянно пользуюсь. Нашла только вот такие вот. В принципе, они так туго сидят. Плиту буду мыть вот таким вот средством Optima Plus для ухода за стеклокерамическими поверхностями. Я уже сначала взболтать. Вот такой беленький. Замыливаю вот такой вот губкой с этого, с Икеи, которую в Икеи покупала. Кто-то у меня, кстати, про нее спрашивал. Девчонки, обычная губка, вот, с простыми, вот, ну, не отличается абсолютно ничем. Она у меня, видите, уже в таком не очень красивом виде. Я сейчас помою плиту и выкину. Вот, видите, отходит вот здесь. Вот, видите, отходит вот здесь. Вот, видите, отходит. Вот, видите, отходит. Так, ладно, пускай сейчас все это дело постоит. Девочки, смотрите, начала с кухни. Думала, сделаю легкую уборку и пошло-поехало. Как раз вот я здесь хотела пылесосить. Пришел муж, отодвинули диван, вытащили оттуда игрушки у нас там постоянно под диваном. И вот кое-какие игрушки сейчас выкину, потому что все равно не играет, только валяется. Скрутили. Здесь тоже сейчас помою полы. Начала с кухни, в итоге прогенералим. Смотрите, вот, видите, полоса я мыла. Смотрите, какая тряпка грязная. Это тоже вот все пыль. Потом она въестся и ничего не отойдет. Немножко так тоже тут протерли. Продолжение следует... Так, сейчас протру тоже пыль здесь на полочках. Протираю влажными салфетками, что у меня тряпки вообще закончились. Надо будет купить фикс-прайс, надо будет на днях поехать, потому что там травм-наборчики тоже хочу взять. Ну все, здесь на полочках тоже я пыль протерла. Там тоже все протерла, пропылесосила, полы помыла. Все чисто у меня, вон тот вот чемоданчик я оставила. Сейчас эти занавески у меня высохнут. Я сложу туда занавески и уберу в шкаф. Ну все, здесь у меня вот так, видите, занавески прям не очень нравятся, прям не налюбуюсь. И вот так, видите, я здесь скатерть постелила, вот эту вот дорожку, цветочки поставила. И здесь тоже у меня вот так. Кстати, ножки тоже я протерла от стульев, от стола. София здесь смотрит мой додыр. Все у меня чистенько. Девочки, представляете, я только что поняла, что я вам сегодня нормально даже не показывалась. В общем, как я завелась с этой уборкой, начала с кухни и пошло-поехало. И если честно, я после Софийки тоже сразу заболела. Сначала я заболела, потом заболел муж. Вот даже, может быть, слышите, у меня еще заложенность носа присутствует. Хотя мы сразу начали пить антибиотик, потому что у меня очень сильно болело горло. Нос то тек, то была заложенность. В общем, я понимала, если я не начну пить, то меня развезет. А все-таки все домашние дела на мне, и перед отъездом как-то не очень хотелось болеть. Вот. И плюс у нас еще остались кое-какие недоделанные дела, которые нужно доделать. И, конечно же, мне хотелось все-таки дома ставить в чистом виде уехать, чтобы было спокойно. Завтра я еще, правда, доделаю. Кое-какие дела остались. Здесь в ванной комнате тоже приберусь. Миланка в детской уберется. Сейчас у меня остановилась машинка. Вытащу занавески, повешу. Вот. И пойду делать ужин. Ужин у меня есть. Я вчера готовила рис с подливой. Еще осталось в холодильнике. Сейчас подогрею, сделаю салатик. И мы поужинаем. Сегодня уже ничего готовить не буду. Вот. Муж мой тоже уже дома. Так что вот такие дела. Буду закругляться, девчонки, заканчивать этот влог. Спасибо, что были со мной. Всех вас очень люблю. Всех целую. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...